Боже, это мои волосы! Крошки, привет мои! И я начинаю видео с того, что я хочу подстрижься. Я приехала с Курса, приехала с Москвы и просто вот, как заколола свои волосы, короче, они вот так вот у меня и заколаны, я спала с ними так и просто я уже чувствую, не знаю, у меня прям чувствуется, что мне хочется отсечь эти волосы. Еще я просто лазила в Инстаграме и увидела одну там модель, я не помню, как ее зовут, но я на нее подписана и слежу за ней. Мне нравится она внешне, может быть покажу, вставлю ее фотку, может быть нет. Но у нее все время такая стрижечка, ну знаете, ниже лопаток, сейчас она вообще коротко вот так подстриглась. И что-то я думаю, а не подстричься ли мне? Тем более я знаю, что эта стрижка мне пойдет, чуть-чуть прикрутить волосы и даже ровно, мне будет все замечательно, хорошо. И вот думаю, вот прям хочется отсечь пласт какой-то, да, всего и как-то легко на голове, чтобы было. Боня тоже подстриглась, мне очень понравилось, очень свежо было. Я еще тогда задумалась, потом думаю, не, я свои волосы не обрежу. А тут приехала, я в этот момент думаю, да что за них держаться, за эти волосы? Пойду там отстригусь, спонтанно. Мама пришла, говорю, мам, хочу подстричься, что скажешь? Она говорит, ну если хочешь, подстригись. Аня, тем более у тебя ломается вся хата в этих волосах. Иди подстригись. Короче, сейчас я приращешу, чтобы совсем не стыдно было идти. В салон, иду просто вот в первый ближайший салон, потому что если у меня загорелся в одном месте, то мне все, туши свет, бросай гранату, хоть в подвал какой-то местный, пойти. Вообще, говорю, мам, подстриги меня на ней, потом пойдешь ровнять салон, я на себя такую ответственность не возьму. Короче, я хочу подстричься где-то чуть по лопатке, ну чуть ниже, да, плеч, чтобы я могла и хвостик легко собирать, и гульку легко собирать, и в то же время, чтобы было вот, ну как бы коротко. Я не хочу прям оставлять длинные, да. Хочу ровные волосы обрезать, но возможно немножечко какая-то лесенка будет внизу, не знаю, посмотрим. Короче, все, в 2 часа я записалась, монтирую для вас видео, уже смотрю без 20, хорошо стал салон рядом. Короче, все, я бегу сейчас. Наделаю платье вот какое, первое попавшееся, попалось мне, и бегу в салон, и беру вас с собой. Ну что, я уже опаздываю, вот 6 минут осталось, бегу, и хотела сказать, что ощущения, как я у меня, жалею, не жалею, но я пока еду, такая присматриваюсь, так сделать там, или так, или покороче, или что. Ну прям ощущение такого, что прям жалко, волосы нету. Они, в принципе, у меня нормальные, если за ними ухаживать, то у меня нормальные кончики, то есть тут, если подрезать, то, наверное, ну вот так вот, может быть, 3 сантиметра, по-хорошему, да. Но я хочу нормально как бы отрезать, может быть, вот так, где-то. Короче, сейчас будем смотреть, вот, покажу фотку, которую я хочу, я не пойму, ровно там у этой модели обрезаны волосы, или чуть-чуть как-то не так. Короче, не знаю. Я, блин, даже надо было голосование вам еще в инстаграм кинуть, подстригаться или нет. Посмотрю, что вы вообще скажете. Все, пришла к мастеру, она мне вот показывает, посмотрела на фотки, которые я показала. Покажите, как мы будем обрезать. Вот так вот. Ну вот, да, ну нормально обрежем, плюс я еще буду подкручивать, в общем, должны быть короткие. В общем, готовимся тогда. Тут все время в этом салоне, в котором возле дома, тут всегда, у меня мама раньше здесь стриглась, стриглась. У меня мама здесь раньше стриглась, и здесь всегда моют голову. Вообще, перед любой стрижкой, даже если это с чистыми волосами пришло, тут входит в стоимостью. И я попросила сделать масочку, напоследочек. Здорово будем ухоженные волосы обрезать, чтобы они легче расчесывались и с заходом на те, что останутся. Так что я лежу, кайфую. Уход за волосами нужен всегда. Вот, и мы уже обсудили, что стричься я буду не вот так ровно, прям ровно, а чуть-чуть мне сделают вот филировку какую-то или что-то такое на концах сделают, облегчат кончики. И еще мы обсудили, что Кэти Тапури подстриглась, и мастер говорит, что все сейчас подстригаются, и она сама недавно подстригалась, но у нее очень быстро выросли волосы. Но я тоже думаю, что мои волосы вырастут быстро. И вот уже думаю, что вам сказать, какие ощущения у меня будут. Уже представляю себя с короткими волосами, короче. Нет, ну, понятное дело, что ты переживаешь всегда, когда волосы обрезаешь, думаешь, блин, не пожалеешь ли ты. Но я думаю, что я не пожалею. Я, честно говоря, даже жду, не дождусь, когда уже мне обрежут волосы. Я даже, мне предложили время, два или три часа, я говорю, на два. И сегодня сто процентов. То есть я не люблю откладывать все на потом. И, честно говоря, не то, что даже переживаю, я хочу скорее, чтобы не обрезали волосы, и почувствовать эту легкость. Приду домой, еще их накручу немножечко. Ну, пока так посмотрю, как с ровными чуть похожу. Может, подкручу, приду домой. У меня же видео там сейчас выводится. Я должна прибежать домой, опубликовать вам видео, влог. Для того, чтобы сократить задержку между влогами, а то вы уже в Инстаграме видите события, которые сейчас происходят. Кстати, кому интересно следить за мной онлайн, грубо говоря, то, конечно же, в Инстаграм все намного проще и быстрее, без монтажа. И люди в курсе, что я и где я. А видео уже потом, когда монтирую. И вот они с задержкой сейчас. Поэтому, чтобы не было задержек, я каждый день сейчас снова вам буду монтировать видео. Чтобы прийти, как бы, с задержкой один-два дня, это нормально. А когда неделя, мне кажется, это уже нехорошо. Но я стараюсь, в общем, чтобы не было задержек никаких. Я вся в предвкушении. Кстати, я уже сделала фотографию, с которой буду спрашивать у вас, подстричь мне волосы или нет. И я думаю, что в конце видео этого о своей стрележечке я скажу, за что вы проголосовали. И мы с вами сравним, совпадают ли наши желания или нет. Сегодня не день сделай, как говорит тебе твой подписчик. Поэтому я сегодня уже сама приняла решение. Но мне просто интересно его сверить с вами. Готовы ли вы обрезать мои волосы или вам жалко их. Это когда уже стрижка пойдет, да? Ой, что сейчас будет? Смотрите, какая у меня крутая штучка. Первый раз такую вижу. Это чтобы удобнее стричь было длинные волосы, да? Она как-то там подлиннее. Чтобы была ровная, четкая длина, да. Прикольно. Я смотрю, так хорошо волосы у меня расчесываются. И спросила, что за масочка. Масочка Лондо для блондинок увлажняющая. Прямо мы больше ничем не пшикали, как обычно. Вот я дома все это делаю. И так вот, ну, неплохо расчесываются, я смотрю. Кому надо. Мы сзади начнем стричь или спереди? Сзади. Кажется, что я нервничаю, да? Так, ну мы делаем не так, как на фотографии, чуть-чуть подлиннее. Чуть-чуть подлиннее, да. Чуть-чуть подлиннее. Нет, чуть-чуть подлиннее. Но это на случай, что если захочется покороче, можно всегда сзади покороче, да? А вообще-то совсем коротко получится. Слез, слез. Я на морозе. Я слышала. Я помню однажды, когда у меня были длинные волосы, вот, когда я, кстати, вам показывала, где я рыжая, где я такая блондинка, да, там разные, экспериментировала с волосами. Я же тоже вот так решила обрезать их. Они были здоровые, нормальные волосы. И я помню, что когда их обрезала, я плакала. А что же я их обрезала? Обрезать-то захотела. Тоже что-то психанула. Захотела обрезать, да. Причем я их очень хотела обрезать, но почему-то плакала, потому что мое, отрезали кусок. Это нормальная реакция. Нормальная реакция? Не, ну сейчас я уже взрослая. Тогда мне было где-то 24, может быть 23, 24, вот так. Может 25 максимум. Я была молодая, неопытная. Впервые так обрезала. А сейчас-то я уже матерая. Сейчас уже все, не страшно. Вот сейчас разговариваю с мастером, и она говорит, что у меня волосы, в принципе, не в хлам. Ну да, что обрезают все время, да, когда в хлам уже обрезают. И она говорит, что это потому, что у меня сам по себе волос плотный. А у всех волос разный. Потому когда вы пытаетесь повторить мои все эксперименты, это может быть чревато. Будьте осторожны. Это только мои волосы выдерживают столько. Я их просто чувствую, поэтому я продолжаю красить. Если бы, конечно, с первой покраски они у меня убились, я ни в коем случае бы свои эксперименты не продолжала. Я их берегу. Просто мы на «ты» с ними. Они знали, что я буду блогером, поэтому набрались сил. Вот она застала. Сейчас будет челка. Ты же говори, сейчас будет челка. Сейчас будет челка. Вот такая. Нет, нет. А страшно, блин. Думаешь, мало ли. Мастер с чувством юмора. Что у мастера в голове, да? Раз, так, да. Вот на коры и челки, да? Пойдет тебе челка. Зато смотри, хайп какой. Поймаешь сейчас. Да, это видео разошлось бы, если бы неожиданный мастер называться будет. Обрезал челку. Против воли. Сейчас мне подстригли длину и будут выполнять технику для того, чтобы облегчить кончики. Филировочными ножницами есть специальная техника. Можно более углубить, сделать такие прям очень легкие концы. А можно сделать так, что в принципе будет казаться, что одна длина ровная такая, да? Но кончики будут чуть облегченные. В общем, я выбрала средний вариант. Я все правильно говорю? Да, да, да. Память хорошая, коротковременная. Запомнила. Сейчас все забуду. Смотрите, какая техника. Стара, как мир, говорят. Страшно так? Думаешь, ой, мама. И по кончикам чистыми. Ну где поглубь. И отваливается. Слушай, я никогда такого не видела. Так интересно. Можно же так и со мной дома эксперимент... без волоса остаться. А, и филировочными ножницами то это делается. Необычными, да? Нет, филировочными. Если обычными, девочки, можно срезать себе еще. Бобка Рей сделала. Ну что, все? Причем самое интересное, я смотрю так в зеркало, смотрю вот на камеру, вообще кажется, что они длинные остались. А стоило мне вот так рукой сделать... Ой, все. Обычно я же так делаю, они еще ведь иются у меня там по руке. Ну класс, я вообще довольна. Сейчас выйду, буду делиться своими впечатлениями, ощущениями. Ну класс, класс. Не, вообще совсем по-другому все. Да, я даже... Не то, что подумала жалко, я даже подумала, может, короче надо было. Это следующее. Это следующее. Блин, я у кого-то стриглась, кстати, да, вот в Москве, когда я стриглась, первый раз обрезала, она говорит, ты потом придешь ко мне еще короче стричься. И вот опять мастер говорит то же самое. Ты на игле. Может и приду, кто знает. Класс, я довольна, мне нравится. И эффект такой нравится, да, на концах. Они как бы ровные, да, но как бы, и если я буду их крутить, будет такой красивый эффект. разные будут. Да, пудри, волны. Супер. Ой, теперь краситься надо, теперь краситься. Ну все. Теперь надо в это, в новой обстановке дома, там, на улице, в очках, в машине. Кучу новых ощущений мою. Хотите что-то новенькое, подстригитесь. Новая Селена. А вот они мои волосы. Смотрите, как много. Я что-то смотрю, вот пушистики, ну нахрен они мне нужны были, да? Ну смотрите, теперь на улице, в очках, при свете дня. Вообще, я кайфую, именно да, прям короче, не надо было, именно вот эта длина мне нравится. Классная. Если еще подкрутить, они как раз будут, как на фотке у моей любимой модели. Класс. Короче, сейчас мне надо поехать по делам, быстренько. Еще я хочу посмотреть, как будет смотреться под красную помаду, когда я накрашена, и когда я накручена, поэтому именно в этом видео вы увидите меня еще под накрученной. Сейчас я так побегаю, погоняю дела по делу, а потом под накручусь, чтобы посмотрели полностью вообще мою стрижку. Увидели во всей красе, как и я. Кстати, моя мастер сказала, что сейчас это вообще одна из самых модных стрижек. И, как говорит, сейчас к лету девчонки приходят просто с длиннющими волосами и обрезают вот так вот, да, вот, ну, то есть без челки, вот такая стрижка примерно, ну, может, чуть короче, чуть длиннее, и вот, ну, концы вот такие облегченные тоже делают. Короче, это типа самый пик, сейчас самая мода, и все так стригутся. Так что я модная девчина. Вот. Вообще ощущения, я сейчас не плакала, вообще не было жалко мне их, вообще такой кайф, такая легкость, вот что я ощущаю сейчас. Ну что, вот я поднакрутилась, мне кажется, вообще идеально. А, еще и накрасилась, да. Вот. Мне очень нравится, именно вот, ну, у меня чуть длиннее волос, чем у нее. Я еще не готова была так сильно, прям, коротко обрезать волосы, но мне кажется, что очень идет. Скоро будет видео, и я расскажу вам, где я отхватила такой супер-мега топик. Кстати, в одной из моих любимых фирм, где я всегда раньше покупала вещи, и их уже нет в России. Понятно, что топик не из России. Короче, я довольна вообще, я чувствую себя, знаете, что еще хотела сказать, да, что я чувствую себя намного моложе с этой прической. То есть, мне кажется, вообще как девочка стала. Так что, если, девчонки, вы хотите примолодиться, стоит так попробовать прирезать свои волосы. Вот. В общем, вот такая красота. Все, осталось подкрасить корни, и это будет вот следующим, или через видео. Думаю, может быть, даже я сегодня подкрашу волосы. Вот. И уже все следующие видео буду снимать вообще супер-красотка с новой стрижкой, с обновленными корнями. И, кстати, девочка, которая меня стригла, она сказала, что к ней приходит в салон девочка, клиентка, у которой корни уровня такого, как у меня. И красится она тоже в блонд. И она посоветовала мне еще один рецептик, что нужно взять, что вообще, ну, она ее красит, и сравнивает корни, и без желтизны получается. Красочка Вэлла, могу сказать. Но там определенный рецептик, представляете, на 6%. Да, так что, я запомнила все, и этот следующий раз я попробую краску, которую я уже купила, которая красится, девочка-блогер, наша знакомая, вы ее тоже уже все знаете, расскажу. А потом попробую рецептик, может быть, Александры, мастера. Кстати, тот мастер, которому я ходила стрижься, у меня мама, у нее очень долгое время стриглась. Когда я пришла, она говорит, ну как, я говорю, ой, все супер, мне нравится, ну, профессионал, у нее там 20 лет стрижек, она говорит, ой, говорит, надо к ней записаться еще раз, говорит, потому что мне нравилось, как она все-таки стригла, она просто в декрете была, и мама моя перешла к другому мастеру. Короче, я довольна. Если нравится моя стрижка, и мне так идет, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, впереди ху-ху, много интересного, пока. Такие немодные, шепчут губы холодные, мы губами пытаемся уловить этот мотив, такие немодные, шепчут губы холодные, мысли в снух пречатать, как мы хотим. Субтитры сделал DimaTorzok